Уроки по изучению Библии Они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь, хотя они в безопасности и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал более, не буду отягощать. И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. Когда шторм расшвыривал испанскую непобедимую армаду, это флот, созданный специально для войны с Англией, Англия выпустила медаль с такими словами «Афлавит Деус» — «Эт Диссепантур», что означает «Бог дунул и рассеялись». А все монеты в честь небесного властелина чеканились с одной простой фразой «Dei gratia» — «Спасибо Богу». Подобным образом и Соединенные Штаты со времен войны за независимость чеканят на своих монетах слова «In God we trust» — «На Бога мы уповаем». Это иллюстрации того, как человек публично признавал силу всемогущего Бога. Весть Наума начинается с признания общего принципа. Иегова есть всемогущий властитель, наказывающий грех. Виновные не устоят, прочитали мы в первых стихах первой главы. Далее Наум на конкретных примерах показывает действия этого общего принципа в жизни. С 9 по 13 стих первой главы Божья сила описывается как сокрушительная сила. Ничто не может устоять против нее. «Человек не устоит» — это тревожный крик, раздающийся из текста. В то время как Бог является убежищем для верных, Он сокрушит тех, кто надеется на Себя. Многие признают Божью силу, но затем их ослепляет грех. Это случилось с Израилем, когда он разбил стан возле Синая. Книга Исход, 32 глава, 1 и 4 стихи. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Он взял их из рук их» — читаем мы дальше в 4 стихе — «и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Кроме того, это случилось с Израилем в Киброд-Готаве, Книга Чисел, 11 глава, 34 стих. «И нарекли имя месту сему Киброд-Готава, ибо там похоронили прихотливый народ». А также в Кадесе, Второзаконие, 1 глава, 32 и 43 стихи. «Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему. И я говорил вам, но вы не послушали и воспротивились по велению Господню и по упорству своему взошли на гору». Это произошло с Иудой, читаем мы в Евангелии от Матфея, 27 глава, с 3 по 10 стихи. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня». Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «И взяли тридцать серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Это случилось также с Ананией и Сапфирой. Деяние апостолов, 5 глава, 2 стих. «Утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». Это случилось с Симоном, Деяние 8,22. «Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего». Это случилось также и со множеством других. Это угрожает христианам и сегодня. Будучи ослеплен сатаной, человек может погибнуть навечно. В Первом Послании к Коринфянам, 15,58, читаем. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». Прочитаем также из Первого Послания Петра, 5 главу, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Легко забыть мощь Божьей силы, соблазнительно положиться на силу смертного человека, когда мы думаем, что Бог слишком медлит. Это приводит к тому, что мы забываем Бога. Если мы не исправимся, нас рано или поздно сокрушит Божья сила, которая поразила Ниневию. Как же Божья сила сокрушает человека? Во-первых, Божья сила сокрушает тех, кто полагается на собственный разум. 9 и 11 стихи 1 главы говорят. «Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый». Ниневия иллюстрирует безрассудство всех, кто думает, что может перемудрить Бога. Ассирийцы явно считали себя умней всемогущего. Они забыли слова Соломона. «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу». Книга притчей, 21 глава, 30 стих. Какое-то время назад Ассирия уже попыталась перехитрить Бога. В 4 книге царств, 18 и 19 главах, мы читаем, что ассирийская мощь преодолела сопротивление и подошла к самому Иерусалиму. В город был отправлен ассирийский эмиссар Рапсак с предложением иудеи сдаться. Об этом записано в 4 царств, с 18 главы, 29 стиха и дальше. Хитрые ассирийцы думали, что смогут выиграть психологическую войну, заставив иудею усомниться в силе их Бога. Но слова Исаии воодушевляли иудеев, и они отвергли предложение ассирийцев. Прочитаем 4 царств, 19 главу, с 5 по 7 стихи. «И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот, я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом и землю его». Божья сила поразила ассирийцев и вывела из строя ее армию, читаем мы в 4 царств, с 19 главы, 35 стиха и дальше. Почему этот удар был таким опустошительным? Ассирийцы пытались перехитрить Бога своим смертным разумом. Это, наверное, и имеет в виду Наум с 9 по 11 стихи своей первой главы. Хитрый рабсак подверг сомнению Божью силу, его цели и его проведения. Слова Наума ставят перед Неневией вопрос ребром. Неужели народ снова замышляет бороться с Богом? Неужели ассирия думает, что на этот раз сможет перехитрить Иегову? На это пророку есть, что ответить. Его откровенное заявление мы находим в 1 главе 9 стихе. Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Замысел ассирии будет сокрушен на веки вечные. Это желание с помощью человеческих рассуждений отвергнуть Божье всевластие весьма распространено. Все, кто пытается дать научное объяснение, так сказать, вере в Бога, в конце концов разоблачать себя как больших глупцов. Читаем 1 послание к Коринфянам, 1 главу с 18 стиха. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Прочитаем также в этой же главе с 25 по 28 стихи. «Потому что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». В Талмуде есть такая легенда. Однажды некий правитель сказал Раввину Гамалиилу, «Твой Бог вор! Когда Адам спал, он тайком украл у него ребро». Эти слова нечаянно услышала дочь Раввина и шепотом попросила у отца разрешения ответить. Он дал ей свое согласие, и девушка вышла вперед и в притворном испуге, вскинув руки, воскликнула, «Господин, требую правосудия и возмездия!» «Что случилось?» спросил правитель. «Произошла возмутительная кража. В наш дом тайно пробрался вор, взял серебряный кубок, а на его место поставил золотой». «Какой правильный вор!» воскликнул правитель. «Почаще бы встречались такие воры!» Тогда девушка сказала, «Так вот, Ваше Величество, таким же вором был и наш Творец. Он украл ребро у Адама, а вместо него дал ему красавицу жену». Так девушка показала глупость правителя, и он только и смог, что про Бармартать хорошо сказано. Давайте всегда помнить следующее наставление. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, и во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Книга притчей, 3 глава, 5 и 6 стихи. «Если мы не будем всегда настороже относительно человеческих рассуждений, мы тоже станем жертвой греха, и Божья сила сокрушит нас». Во-вторых, Божья сила сокрушает тех, кто уповает на собственную безопасность, читая мы в 10 и 12 стихах первой главы книги пророка Наума. «Ибо сплетшиеся между собою как терновник и упившиеся как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Так говорит Господь, хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут, а Тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать». Среди иллюстраций, раскрывающих трагедию самодостаточности и ложного чувства безопасности, два города, Ниневия и Вавилон, являют собой пример величайшей глупости. Вавилон уповал на свое величие и богатство, а Ниневия свою безопасность видела в силе. Ее стены были неприступными, ее войскам не было числа, считалось, что уж безопасности обеспечено. Но все это было неправдой. Наум в четырех картинах описывает фактическую незащищенность Ниневии. Во-первых, Ниневия построила оборонительное сооружение, которое, казалось, должны были обеспечить ей надежную безопасность. Но Божья сила разрушит эти укрепления, они исчезнут, как брошенный в огонь терновник, прочитали мы в 10 стихе. Заросли колючек пугают своим видом, но как только по ним пройдет огонь, они уже не страшны. Во-вторых, Ниневия полагалась на безопасность по своему невежеству. Пьяный всегда демонстрирует большое невежество. Ему кажется, что для него нет ничего невозможного и непреодолимого. Такая уверенность безумия. Ниневия была как упившиеся, как пьяницы, прочли мы во второй части 10 стиха. В-третьих, безопасность Ниневии казалась полной, но была такой же ненадежной, как сухая солома. Малейшая искра, и она сгорит дотла, прочли мы в третьей части 10 стиха. Четвертая картина характеризует ассирийскую армию в 12 стихе. Хотя и многочисленная, она была не способна обеспечить безопасность. Сегодня люди жаждут надежной безопасности. Они часто следуют обману греха, нашептывающего, что единственную надежную безопасность может дать только материальный мир. Стремясь обрести эту безопасность, они идут на компромисс с божественными принципами. Такое произошло с Демасом. Читаем второе послание Тимофею, 4 глава, стих 10. «Ибо Демас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною», пишет здесь апостол Павел. Потому что всегда есть угроза подобного компромисса. Павел и наставляет христиан искать безопасность не в земных материальных ценностях, а на небесах. Послание Колоссянам в 3 главе в первом и втором стихах говорит. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горним помышляйте, а не о земном». Многие не делают этого и стремятся к безопасности, которая ведет только к погибели. Читаем второе послание Петра, 2-1. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжепророки, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Ложную безопасность, которую предлагает мир, иллюстрирует рассказ о двух петухах, которые дрались между собой за право быть главным в птичнике. Некоторое время кровавая борьба продолжалась с переменным успехом. Наконец, один петух спрятался в какой-то ямке. Победитель взлетел на крышу курятника, захлопал крыльями и гордо возвестил о своей победе. Но тут его выследил круживший в небе ястреб. Он камнем упал на гордого петуха и унес его в своих когтях. Всех, кто свою надежду на безопасность возлагает на что угодно, только не на Бога, тоже погибнут. Бог предлагает безопасность надежнее укрепленных стен и армий. Божья безопасность обеспечивается Божьей силой. Именно о такой безопасности говорит Павел. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день». Второе послание Тимофею, 1 глава, 12 стих. То, что Павел уповал на безопасность, которую он видел в Божьей силе, позволило ему обрести истинную удовлетворенность даже во время великих испытаний. Прочитаем послание филиппийцам, 4 главу, с 11 по 13 стихи. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Павел отверг неразумное представление, будто мирская слава и материальный успех приносят большую безопасность, чем простая вера в Бога. Он пишет в 1 послании Тимофею, 6 главе, 6 стихе. «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным». Божье Слово постоянно предупреждает нас о том, что глупо искать безопасность в материальных благах. Эта глупость обнажается с помощью трех очевидных истин. Мирская безопасность может дать только временное удовольствие, послание к евреям, 11-25, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Также мирская безопасность сгорит и исчезнет навсегда. 2 Петра, 3 глава, 10 и 12 стихи. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прийдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Ожидающим и желающим пришествия дня Божья, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Также мирская безопасность сокрушится Божьей силой. Откровение, 18 глава, стих 8. «Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». В-третьих, Божья сила сокрушает ярмо тех, кто верит в собственную силу. Мы читаем в 1 главе книги пророка Наума, в 13 стихе. «И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву». Неневия правила миром. Ее империя включала в себя бессчетные массы людей, которые должны были служить ей. В 4 книге царств, в 18 главе, 14 стихе читаем. «И послал Езекия царь Иудейский к царю Ассирийскому в Лохис сказать, «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь Ассирийский на Езекию царя Иудейского триста талантов серебра и тридцать талантов золота». Это подчинение было жестоким и тяжким. Оно казалось бесконечным. Божья сила сокрушит этот железный кулак, которым правила Неневия, самые великие земные силы не смогли устоять перед сокрушительной силой Бога и Еговы. Почему современный человек следует примеру древней Ассирии, а не верного Павла? Слишком многие подпадают в рабство греху, потому что уповают на мирскую безопасность. Они, как и Неневия, никогда не обретут покоя, а найдут лишь жестокое и безжалостное рабство. Послание Титу, 3 глава, 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие. Были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Второе послание Петра, 2 глава, 19 стих. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тленя, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Вместо свободы они найдут плен. Римлянам, 7 глава, 23 стих. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Книга пророка Исаии, 61 глава, стих 1. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение отпустить измученных на свободу». Они обнаружат, что склонились под ярмо, как написано во 2 Коринфянам 6, 14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Они найдут лишь усталость и тяжкий труд». Книга Иеремии, 9 глава, 5 стих. «Каждый обманывает своего друга и правды не говорит. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Многие в наши дни обессилены и истощены. Большинство из них жаждет обрести спокойствие в этом мире, но они находят лишь усталость, потому что отвергают Божью силу. Грех приходит легко, но связывает накрепко. Эти узы можно разрушить только с помощью божественной силы Иисуса Христа». 2 Коринфянам 10 глава, 5 стих говорит. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божья, пленяем всякое помышление в послушании Христу». 1 Коринфянам 9, 27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Ефесианам 4 глава, 8 стих. «Посему и сказано, в восшедную высоту пленил плен и дал дары человекам. Как Бог сокрушил ярмо сирийского рабства, навязанного Израилю, точно так Он положит конец рабству греха». 2 Тимофею 2, 26. «Дабы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Из ясных и простых истин о Божьей сокрушительной силе следует как минимум три вывода. Единственное разумное действие – это подчинение Божьей силе. Если человек хочет снискать благоволение у всемогущего, ему для начала нужно полностью подчиниться ему. Все Божьи повеления разумны. Разумно верить, что Иисус Христос есть Сын Божий? Да, конечно, разумно. Ведь в Деяниях 8, 37 сказано, Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно?» Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». В Евангелии от Иоанна 3, 16 читаем, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Разумно Богу ожидать от нас исповедания этой веры? Конечно, ведь в Евангелии от Матфея 10, 32 написано, «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным». Разумно Богу сказать, «Вы должны изменить свою жизнь»? Да, потому что в Луки, 13 главе, 3 стихе читаем, «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Разумно Богу повелеть вам креститься? Да, конечно же, потому что в первом послании Петра, 3 глава, 21 стих сказано, «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Если мы хотим избежать сокрушительного Божьего гнева, мы должны делать то, что разумно, и исполнять Его повеление. Второй вывод. Единственная реальная безопасность – та, которую дает Божья сила. Обещание Бога защищать тех, кто исполняет Его повеление, тверды. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 40 стихе, Иисус Христос говорит, «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день». Прочитаем также из этого Евангелия 10 главу, стих 28. «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Если человеческий разум, безопасность и рабство не могут устоять перед сокрушительной Божьей силой, то зачем полагаться на них? Почему не обрести защиту, которая дает надежду?» Читаем в книге Притчей, 1 глава, 33 стих. «Слушающий Меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Книга Притчей также в 3 главе прочтем с 13 по 26 стихи. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, и в левой у нее богатство и слава. Пути ее пути приятные, и все стези ее мирные. Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз Твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души Твоей и украшением для шеи Твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути Твоему, и нога Твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон Твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием Твоим и сохранит ногу Твою от уловления. Еще одна истина, которую мы узнаем — единственная свобода от рабства в почтительном отношении к Божьей силе. Прочитаем из 6 главы послания к римлянам, 17 и 18 стихи. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Единственное, как человек может избежать сокрушительной Божьей силы, только подчиняясь ему». Весть Наума переходит конкретно к глупости Ниневии. Народ отвернулся от Бога и стал полагаться только на себя. Они обманываются человеческим смертным разумом, самодовольны в ложном чувстве безопасности и самонадеяны в рабстве. Но все тщетно. Народ скоро будет сокрушен, силой, намного превосходящей его собственную. Думается, следующие слова очень хорошо описывают сокрушительную силу всемогущего. Бог — это вечное убежище и защита для его народа. Его провидение не ограничивается только одним поколением. Его красоту и сострадание ощущает на себе не один век. Его око никогда не дремлет, и он не допускает, чтобы маленький корабль его церкви утонул, хотя его и швыряет по волнам. Он всегда был убежищем, хранящим нас, домом, в котором мы безопасны. Его лик всегда сияет нам, когда мир сердито хмурится. Его сострадание и жалость никогда не иссякают. Единственный источник неиссякаемой силы в этом мире — это Господь Бог. Все, кто призывают Его, признают это и подчиняются Божьей воле, непременно обретут благословение. Трагично, что многие забывают этот факт. Для достижения успеха и безопасности они полагаются на человеческую силу. Но праведный суд сокрушит их. Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok